О чем еще поговорить напротив музея Воснецова, Виктора Воснецова, в котором я, кстати, был и крайне рекомендую посетить его, потому что Воснецов это по факту один из первых художников фэнтези. Там висят вот такие вот полотна, глядя на которые, конечно, голову просто сносит. Точно так же рекомендую вам посетить музей Аполлинария Воснецова в Фурманном переулке, неподалеку отсюда, это его брат, бытописатель такой Москвы, рисовал виды средневекового Москвы, которые очень часто использовал во время своих экскурсий. Так вот, о чем поговорить, как не о порнографии? Я тут был в городе Донецке, и вот мы, когда ехали с человеком туда и потом обратно, человек имеет непосредственное отношение к масс-медиа, мы с ним разговаривали по поводу всего того потока лжи, ненависти и всего остального, которое вот несется из всех медийных труб в наши уши и глаза. И он мне сказал совершенно потрясающую фразу. Он говорит, я за то, чтобы вообще был свободный порноканал, который бы все смотрели. Потому что порно – это такая история, где все друг друга любят, и в конце все всегда хорошо заканчивается. Хэппи-эндом. И это правда. Я тоже думаю, что на самом деле, если бы порнографию смотрели бы, ну вот сейчас ее смотрят только те, кто в ней снимается, и я. Больше ее никто не смотрит, все остальные праведники. Я совершенно в этом уверен. Ну, по крайней мере, следуя из-за того, что пишут под всевозможными видео, выпусками, то мир на самом деле был, конечно же, более органичным, умиротворенным и все такое прочее. Но есть как бы определенные нюансы, которые можно видеть в повседневной жизни, и это как раз влияние этой самой порнографии. Самое главное заключается в том, что большинство мужчин уверено, что для того, чтобы удовлетворить женщину, нужно иметь детородный орган длиной с чурчелу и толщиной с подзорной трубу. И делать это желательно, ну, минимум три часа. Этим мужчинам в голову не приходит, что женщина тоже человек. Такая революционная мысль. Не все с этим соглашаются, но из песни слов не выкинешь. Баба тоже человек. И поскольку она тоже человек, она может, например, работать, она может прийти уставшая, и ей вот эти все трехчасовые танцы с бубнами, ей нафиг не нужны. Действительно. И были потрясающие рассказы в моей жизни, когда мне говорили, слушай, перец, ну сколько ж можно было? Ты прикинь, вот просто всю ночь. Я устала, не выспалась, я вообще не хочу жить после этого. Это как раз последствия того, что народ наблюдает на экранах голубых мониторов. По большому счету, на самом деле, я не сексолог и не знакомый к этой теме. Ну, просто, так сказать, бабушка рассказывала, назовем это подобным образом. Большинству представителей слабого пола нужно, знаете, вот так вот понежиться, и там, я не знаю, туда-сюда, все хорошо. Бывали случаи, когда ты вот проводишь, например, партию шахматы, да, и поставил шах, и мат, и все, что мог. И, в общем-то, морально готовишься к повторной партии шахматы, а вот уже и не нужна она, как выясняется. То есть все, она уже оделась, и типа, спасибо. Ну, это может быть и хорошо, потому что самая впечатляющая партия в шахматы, она, конечно, первая. Вторая там с определенными оттенками происходит. Но, тем не менее. Это, конечно, не значит, что нет представительниц слабого пола, которым нужно и подлиннее, и помощнее, и подольше. Нет, такое тоже есть. Хотя, опять-таки, практика показывает, что это возникает не в перманентном желании, а, ну, вот такие какие-то разовые. А в основном оно вот так вот. И отсюда проистекает, соответственно, то, что я наблюдаю посредством преломления всевозможных фаз, ну, в тех же самых комментариях в интернете. Неудольтаренность, которая рождается в мужском организме, которая проистекает вот от этой неуверенности в себе, которая, в свою очередь, является последствием просмотра порнофильмов, она отображается порой довольно хитрым образом в том, что он пишет. И это порой очень сильно читается. Второй момент, который не отсюда проистекает, но он как бы покасательный имеет отношение к данной теме, это жизнь очень красивых девушек. Вот говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Это вот неспроста эта фраза. Дело в том, что, опять-таки, и я таковых знал, нередкие случаи, когда очень красивая девушка, очень несчастная. Во-первых, с красивыми девушками боятся знакомиться представители мужской половины человечества. Почему? Потому что они абсолютно уверены, что если она красивая, если она упакованная и так далее, значит, стопудово у нее есть папик. То есть, как бы, это он, это он пошляет, это он все делает. Но вот у меня есть, например, несколько замечательных представительниц Слава Пола, которые сами себя обеспечивают, и они офигенные. Папиков у них нет. И мужика у них нет. Вот это парадокс. И более того, они вот, ну, допустим, девушка подходит уже к порогу какого-нибудь там 30-летнему, и для нее это уже становится неким пунктиком, да. То есть, вот мне уже столько лет, вокруг там все переженились, там понарожали детев, а я вот вся такая успешная и хорошая. А уже хрен с ней с любовью, потому что, ну, к сожалению, семья бывает и без любви какой-то, очень сильно горячая. Но просто вот этого нет. И отсюда простикает еще один феномен жизни. Очень часто у прекрасных, замечательных девушек мужчины полные мудаки. Вот такие мудаки, что просто вот тебе рассказывают истории, и ты думаешь, как вообще такое возможно? Ну, то есть, как человек может так себя вести? Как можно, например, бросить девушку и оставить ее поручителем за собственный кредит, перестать ее платить, и в итоге кредит платит она, например, да? А вот буквально недавно была такая история у одной барышни, которая, кстати, даже была на моем канале, я делал интервью с ней. Но возвращаясь к изначальной теме, я хочу сказать, что в свое время я в английском журнале, есть такой журнал «Арена мужской», он у нас не выходит, в свое время у нас все начало выходить, там все эти «Squire», «Mans Health» и все остальное, «Арена» не выходило. Я читал там статью про как раз влияние порноиндустрии на массовую культуру. И что я реально там действительно... Ну, то есть, это, конечно, очевидная вещь, но что меня тогда поразило, что все вот нынешние вот так называемые реалити-шоу, это действительно некая, как это называется, проекция. Некая проекция этой самой порноиндустрии, потому что, ну, там просто, может быть, в открытую это все не происходит, но постановка вопроса, постановка съемки, она именно такая. И мы порой даже не задумываемся и не замечаем, насколько плотно это все вошло в наш обиход и все такое. И здесь крайне, опять-таки, умилительно сталкиваться с абсолютно ханжеским подходом к данному вопросу, который распространяется, в принципе, на всю интимную сферу нашей жизни. Ну вот, я не удержался под одним из последних видео. Один прекрасный человек написал, что читать книги в туалете – это свинство. Я даже, знаете, я даже заскринил и опубликовался на странице ВКонтакте. Там, конечно, да, люди отрывались, потому что, ну, потому что реально, а где их еще читать? То есть вот у меня, например, в сортире реально полочки сделаны, потому что у меня там столько книг все время валяется. Я львиную долю литературы прочитал либо в общественном транспорте, когда я им активно пользовался, либо в туалете. Но это показатель как раз-таки, ну, абсолютно нечестного подхода к действительности. И вот в деле, соответственно, просмотра этой самой порнографии это проявляется как нигде. И самый большой парадокс, который есть в нашем мире, он заключается в том, что США, страна, которая производит максимальное количество порнопродукта, является в то же самое время одной из самых паританских стран. Я сначала думал, что это, ну, оксимарон, что такого не может быть. Но потом, когда мне рассказывали про возможные законы, например, которые существуют, ну, там они отличаются от штата к штату, ну, скажем, в том же самом Массачусетсе, да, то стало понятно, что действительно, вот да, есть как бы там, где все чпокаются, а есть как бы сфера повседневной жизни, где ты, ну, вот реально посмотришь дольше трех секунд на ребенка на улице, и родители могут вызвать ментов местных, потому что, ну, вот есть опасность, что ты какой-то очень неправильный человек. Соответственно, это не значит, что всем надо, конечно, кидаться и это все смотреть. Опять-таки повторюсь, что никто и не смотрит. Все, как бы, читают классику, ходят в театры или вот «Капитал Маркса», как мы вот выясняем, да. С этим проявлением человеческой истории никто не касается. Но посмотрите, я это уже когда-то говорил, посмотрите на статуи древнегреческих, ну, либо богов, либо просто всех этих Аполлонов, бельведерских и прочее, даже Гераклов. Они там все такие очень стройные, ну, Геракл в классической вариации, прям такой, как Шварценеггер, Аполлона просто стройный. Но при этом, если посмотреть на то, что находится у него между ног, оно как-то не отличается, скажем так, выдающимися данными. Нету даже операторы с дружественного ресурса показали это вот так. А почему вот так? А потому что греки были реалистами, на самом деле. Ну, то есть они не изображали того, чего нет в природе, несмотря на то, что они там верили во все эти там парнасы и так далее и тому подобное, но когда они изображали человеческое тело, они изображали идеальное человеческое тело с их точки зрения. Точно такой же эффект произойдет на вас рассматривание древнегреческих вас. Вот, например, я все хочу сделать отдельный выпуск по поводу секса в древней Греции, потому что музей изящных искусств в городе Бостоне, я там наснимал их огромное количество, там очень много сцен, где там мальчики бегают за девочками, девочки за мальчиками, мальчики за мальчиками, какие-нибудь сатиры бегают за кем-нибудь. И вот у мальчиков и девочек у них вот все вот натурально. А вот если сатир, так у него там, знаете, вот такая елда прям как вот больше, чем штатив фотографа. То есть, опять-таки, это говорит о чем? Это говорит о том, что, ну вот, поскольку в древней Греции порнографии не было, она была интегрирована в общественную жизнь, там, ну вот, совершенно реально воспринимали процессы, да, включая и размеры он их. Поэтому не надо думать, что все мужики должны быть гигантами половой мысли и половых действий. Не нужно расстраиваться по поводу того, что у вас как-то, знаете, ну, может быть, это не так долго происходит и тому подобное. Все на самом деле проще. Для кого-то это, конечно, мысль такая, знаете, откопена на очевидность, но по опыту общения с представителями обеих, обоих фронтов, да, как мужского, так и женского, я знаю, что на самом деле, вот нифига, она не для многих очевидна, а если она даже очевидна, то все равно люди, ну, как-то эту мысль в голове у себя не переварили. Вот такой достаточно неожиданный выпуск, ну, собственно, с другой стороны, чего ожидать такого мерзкого персонажа, как я. Но в следующий раз поговорим о чем-то более одухотворенном и связанном, может быть, даже с историей и культурой. Я готовлю пару выпусков. Хочу напомнить, что, естественно, вы можете приходить на экскурсии моей в Москве и в Петербурге. Все анонсы есть, как на странице моей группы ВКонтакте, она присутствует в описании под этим видео, так и на моем сайте. Из ближайших экскурсий в Петербурге вас ждет 18 июля в 20.00 ЧК восстание декабристов и выстрел веры в Засулич. И дойдем до того места, где когда-то был совершен довольно громкий теракт в истории Российской империи и где изначально помещалась чрезвычайная комиссия. 21 июля в Петербурге экскурсия КГБ Нечаев и проходные дворы. Это экскурсия от Большого дома до Моховой улицы. 24 июля в 20.00 мистика Петроградки правда и мы мыслы. Гуляем по Петроградской стороне. В Москве 19 июля на тему данного выпуска экскурсия бордели Чехова и вернувшийся Ленин. Мы пройдем от Сухаревки до Трубной площади. 20 июля в Москве в 17.00 из России в СССР главная улица Петровка и в 19.30 похороны вождя и картежник Пушкин. 26 июля в 20.00 революция на Пречистенке Булгаков Есенин Архаровцы и Денис Давыдов. 27 июля в 13.00 Арбат Баррикады Авангард и Московский дворик. Все ссылки есть в моей группе ВКонтакте. Идет набор в Берлин на конец ноября на октябрь уже набрано и в Париж. Если вам это интересно, то присоединяйтесь. Электронный адрес, на который можно писать, точно так же там указан, либо пишите мне в ВКонтакте. На этом все. Оставляйте вот там вот комментарии. Увидимся. Пока.